13 часов и 6 минут. Я, Владимир Смиталин, приветствую вас и приветствую гостя особого мнения. Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» в нашем городском парламенте. Владимир Вениаминович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Давайте сразу к делу. Вопросов много. Накопилось. Хочется услышать ваше мнение по всем этим поводам. Задают вам вопросы и наши слушатели. Форма есть на сайтах kirovo.ru, правый верхний угол. Гражданин, так подписался, наш слушатель, он интересуется. Вы один из самых обеспеченных депутатов нынешнего созыва Гордумы. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Поддерживаете ли местное НКО или, может быть, стартапы молодых бизнесменов? Ну, хороший вопрос. Благотворительность. Давайте с вами. Благотворительность. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мой доход формируется. Это мой оборот по индивидуальному предпринимателю. То есть порядка 18 миллионов. Поэтому это не все является моим доходом. Это, в принципе, оборотное средство того направления, которым я занимаюсь. Но это открытые данные, и вы их показываете. Да, да, я их не скрываю. Да, да, к сожалению. Но это вот не чисто как бы, знаете, вот НДФЛ, который бы я там заплатил 13%, условно говоря, и получил бы эти деньги в доход. Это все считается так. Ну, на самом деле, я уже многие годы там занимаемся, благотворительность. Я до некоторого времени там был и президентом федерации спортивной борьбы Тиросковской области, и вице-президентом, еще вице-президентом двух федераций. И я всегда в детский спорт вкладывался конкретно, то есть у меня всегда была целевая аудитория. Это детские соревнования, там и спортивные сборы какие-то, и покупка формы, и вот финансирование каких-то футбольных турниров, баскетбольных. И вот я давно уже хочу, не первый год, вот должны руки дойти и как бы найти человек, который мог бы организовать. Я хочу ввести школьную лигу, городскую, да? Школьная лига? По волейболу и баскетболу. То есть у всех есть спортивные как бы залы, соревнования проводятся в некоторых, между некоторыми школами. Ну, хотелось бы такой городской турнир организовать, ну, может быть, там, например, на Кубок какого-то предприятия, да? Не, вот, я... Или какого-то человека. Ну, вот, я противникам, там, некоторые предлагают, давайте, например, на Кубок депутата Журуля. Ну, и вот, мне не хотелось бы персенофили... Слишком, может, наращивали, положили, да? Дело не в скромности, дело в том, что вот, ну, не хочется вылазить, как бы так вот вперед. Лучше Кубок, городской Кубок, например, там, ну, какого-то там, придумать можно. Это, кстати, можно отдать на откуп, например, этим же школьникам-участникам. Пусть они выберут название, которое там подходит городу, подходит к этому виду спорта и так далее. И вот это я хотелось бы сделать, я думаю, что я за него возьмусь. Но это планы, Владимир Вениаминович, а вот в настоящий момент... Постоянно проводятся соревнования, я постоянно выделяю какие-то деньги. Теперь вопрос к НКО, некоторые общественные инициативы, молодежные инициативы. Там, например, там, ну, в Гагаринском парке, я проинвестировал некоторые там вещи в парке Кирова, там есть вещи, там, ну, в многих детских... Вы имеете в виду, какие-то новые объекты появились, в том числе, благодаря вам, да? Ну, вот, порядка за прошлый созыв, за пятый, да, за пять лет, ну, я где-то считал, где-то 4-600 миллионов, я только потратил личных денег. Личных? Это не на депутатские, она, оказывается, да? Это личные, да, да, да. Елена Васильевна как-то Кировлева сказала, Владимир Владимирович, да это же депутатские деньги, я говорю, я не как... Если я говорю, что трачу свои деньги, это мы, депутатские, так называемые депутатские деньги, которые все депутаты как бы распределяют, это деньги бюджетные, я никогда их не называю своими деньгами, это все-таки, это деньги граждан, и в распределении всегда мы придерживаемся строгого вот такого отношения, что вот есть общая политика, давайте мы на это тратим. Свои личные деньги я трачу на какие-то социальные вещи. Приоритет для меня, это прежде всего подрастающее поколение, потому что вкладаться можно в будущее, ну это некоторые там и детские сады, и школьные образовательные учреждения, ну и спорт, особенно детский. Детский спорт, конечно, да. Да, да, да. Так, хорошо, поддержка молодых бизнесменов, вот еще в окончании этого вопроса. Вы знаете, вот я долгие годы, вообще лет в течение, почти 8 лет преподавал в разных институтах, университетах экономику и управление в разных вузах города Кирова, ну как бы по совместительству, не по основному какому месту работы, а по совместительству подчасовая работа. И, вы знаете, у меня, наверное, порядка, я смотрел двух-трех десятков студентов, которые мне нравились, я их потом взял на работу, и они выросли даже некоторых директоров. В бизнес-инкубатор я преподавал, там еще на разных курсах, там какие-то семинары проходят меня приглашают, я везде интересных людей зацепляю и, в общем-то, втаскиваю в бизнес. Или там некоторым просто какое-то время там перезваниваемся, курирую эти вопросы, потому что, в принципе, человек, который чего-то достиг, какой-то приобрел опыт, это, естественно, желание, идущее изнутри, не по обязательству, у нормального взрослого мужчину быть наставником, передать опыт. И если какие-то, вот сейчас кто-то слышит меня, есть какие-то интересные идеи, я готов выслушать, и я не отрицаю того, что я каким-то образом могу даже профинансировать, если это интересно. В том числе стартапы, потому что молодежи часто бывают очень нестандартные, интересные мысли, мне это всегда нравится. Спасибо за этот развернутый полный ответ, я думаю, что наш слушатель удовлетворен. И еще один вопрос, три минуты, Владимир Вениаминович, чтобы ответить на него, чтобы уложиться до нашей паузы. Почему городской думой принято решение о заключении конституционного соглашения с Т-плюс, а не создание муниципального казенного предприятия по обслуживанию тепловых сетей, которое предприятие принадлежит городу? И как вы голосовали, интересуется Николай? Ну вот я был явным сторонником того, чтобы создать или 100% муниципальное предприятие, 100% дочку, ООШКУ, например, по месту КТК. Мы об этом уже в 2013 году еще при Драна, Витя Николаевич, этой работой занимались. А почему именно так? Напомните. Почему? Я объясню. Во-первых, примерно 28% всех коммуникаций по теплой и горячей воде, они принадлежат ПАО Т-плюс. Мы их отдали во времена мэра Киселева в 2006 году, потому что не могли уже сами это содержать. И мы отдали в счет долгое. У нас же блок по социальным объектам накопился, и мы эти отдали объекты. Поскольку я помню, там арендная плата, она не менялась с годами? Да, да, да. 50-х годами менялась? Например, 72% сетей, а сейчас это прибавляется, все сдают дома, и они по закону даются в городскую казну. Мы сейчас эту цифру точно не получили, но в 2013 год была пропорция 28-72. То есть мы владеем этими. И там была такая проблема, когда мы в 2013 году вскрывали Тушков Дмитрий Анатольевич, бывший директор. Руководитель, да, местного филиала. Да, ПАО Т-плюс, сейчас директор Кировского химкомбината, он был депутатом городской думы. Мы с ним дискутировали эту тему очень много, и мы вскрыли такую штуку. Они не ремонтировали наши трубы. Они говорят, слушайте, и он мне так открыто говорил, Владимир Ильич, слушай, если это не твоя собственность, ты будешь ремонтировать? Я говорю, погоди, тебе же выделяется тариф. Он говорит, а никто в обязаловку это не ставит. То есть на мое усмотрение, что ремонтировать? Если, конечно, есть ремонтная работа, которая в тарифе есть, это одно. А там еще есть инвестиционная составляющая. И вот проблема была в том, что нам вместо инвестиционной составляющей включали, вот они отремонтировали по капитальному ремонту в силу аварий. Это разные работы. А я знаю, что и общественная палата в своем, вот здесь недавнем отчете, указала на это, что 15, 16, 17 годы нам откровенно, ну, как бы, условно говоря, лапшу на уши вешили. Это в конце ноября региональная группа по тарифам отчитывалась в своей работе, видимо, да, вы имеете в виду. А общественная палата вынесла такое заключение. Еще там Сергей Александрович, директор ПАО «ТПлюс», Берисовский, Владимир Ильич, слушайте, у вас есть конкретные факты? Или это ваше личное мнение? Можно я могу заклевету вас, Кирилл Ильич? Ну, Сергей Александрович, общественная палата вынесла на основании документов, тарифов, проверок. Ну, надо отдать должное, я к Сергею Александровичу отношусь с уважением, это другого типа. Он идет на диалог. Старое руководство ПАО «ТПлюс» этого монополиста-гиганта, которого, я считаю, мы распустили и которого до сих пор мы не можем в уздечках держать. Но это неправильно. Вообще, позиция государства, она регулирующая органы, контролирующая. То есть, таких монополистов, которые связаны напрямую с социальной стабильностью населения, социально-экономической, мало того, это, я считаю, что у населения, у пенсионного, у малообеспеченного, это одна из основных статей расхода коммунальной оплаты в нашем климатическом условии. Их надо держать, понимаете, вот жестко, знаете, в шорох держать. А предыдущая власть правительства области как бы так их отпустила. Сейчас, вроде бы, подходы какие-то наметились другие, но пока жесткого контроля нет. Я это и хотел, Илья Вячеславович, мы с ним, кстати, распорились по этому, по консессии, прямо на городской области. И я понимаю его желание заключить концессию. Но, во-первых, 35 лет, это много. Почему 35? Удмуртия 16 лет. Условия там немножечко разнятся, но до 35 лет это называется горизонт планирования. До 2054-го. Да, представляете, 90% тех, кто голосовал и там участвовал вообще в этом совещании, просто в живых не было через 35 лет. Вот. А тут как раз принимается такое решение в противовес Министерству финансов и правительству Российской Федерации, которое говорит муниципалитетам, региональным правительствам принимать инвестиционные проекты не выше 7-10 лет. С чем это связано? С финансовой устойчивостью. И с возможностью. Я считаю, что это грубая ошибка, когда мы пытаемся на 15-20, тем более 35 лет. Слушайте, это, я считаю, за такие сроки, которые, если они на такой все-таки срок утвердят, надо снимать главу администрации города. Потому что это называется, нам вешают туфту на уши. Невозможно планировать и предсекать. Когда он говорил, ну, мы же в любой момент, Илья Вячеславович Шургин сказал, что мы в любой момент можем поменять условия, даже поменять. Я говорю, Илья Вячеславович, когда мы заключим договор, когда мы юридически, мы уже в договоре, его сложнее в 100 раз расторгнуть, чем сейчас прописать в договоре изначально какие-то моменты. И самое главное, конечно, вот опять такая позиция, как все время Парк Победы. Вы помните, когда центральный рынок чуть не ушел у нас по той же схеме, как Парк Победы. Большинство... В данном случае я не вижу коррупционных вещей, но я вижу, что это однозначно в моем понимании управленческая некомпетенция, так скажем. Человек, может быть, он в ЖКХ был министром ЖКХ и неплохим, может быть, министром, но вопрос юридических каких-то вещей, он юрист по образованию, и я часто вижу, ну, он из-за того, что ему не хватает компетенции, он неправильно смотрит на решение некоторых вопросов. Команда же есть, которая может подсказать... Команда, видите, она немножко нерабочая. Вот он привел, как бы, людей, да, неплохие люди, но Антон Карпинский, который зам по инвестициям, сбежал. Ну, с мая... Понимаете, слушайте, ну, когда ты принимаешь кадровое решение, должен какую-то нести ответственность. И вот теперь, как по голосованию, ну, вот, к сожалению... Да, как голосовали вы? Всего четыре депутата проголосовали против концессии. Да, я против, затем, Веселова, Татьяна Николаевна, еще двух депутатов, конкретно, к сожалению, не знаю, кто конкретно. Я думаю, что это точно не Единая Россия, это какие-то, наверное, коммунисты, Вутинцев Алексей Владимирович, ну, я так предполагаю, что кто-то еще из оппозиции. К сожалению, моя фракция, тоже меня остальные депутаты, ну, мы распорились по этому вопросу. Фракция Справедливая Россия. Да, не поддержали, они проголосовали как раз за, говорят, что концессию надо. Я говорю, да я не против концессии. Ну, давайте мы заключим договор на 10 лет с возможностью, а еще лучше на 5 лет. Потому что, почему на 10 лет? Нам сейчас говорят, при чем цены концессии, что они вложат порядка 16 миллиардов. Но нам сейчас показали только на 10 лет инвестиций в размере 5,2 миллиарда рублей. Погодите, смотрите, а почему-то... А что меняется-то? Примерно эти же деньги мы бы вложили в рамках текущего ремонта. Конечно, конечно. И вот если вот эта тонкая вещь, которая, не видя условий и основных нормативов, и параметров вот этого концессионного соглашения, голосовать за что-то... Ну, надо, кстати, отдать должное. Вот смотрите, вот такой момент уточнить. Мы голосовали не за заключение концессии, а передать для заключения концессии имущество, вот эти наши 72%, а может даже больше, вот этих труб, как бы в хозяйственном ведении, не в собственность, в хозяйственное ведение по ОТ+. Поэтому, ну, я бы вот предлагал, как юрист, голосовать, вот заключить на 5 лет с возможностью потом проголосовать. Еще 5, еще 5. И так напишите пусть 35 лет. Почему? В чем акцент? Вот за это время, когда мы проголосовали в октябре, да, что произошло? Мы состыковались с удмуртскими депутатами, с ужевскими депутатами городской группы. Да, ужевский опыт изучался, да. Да, вот лично я связался. Мы разговаривали, они сказали о таком моменте. Вот смотрите, нам докладывали. Короче, прошло 3 года с момента заключения концессии, да, и у них эффективность потерь выросла в 5 раз. Ого! Они официально читали, что труп они переложили, ну, буквально там 6 или 7 процентов, 5 или 6 даже процентов. Или там 5,6 процентов переложили. О чем говорит? О чем говорит, что нам просто им, они так говорят, нам вешали лапшу, когда мы в тарифе, что потери намного меньше. В 5 раз не может вырасти. Ну, хорошо, на 20 процентов там. На 15, представляете, в 5 раз, то есть 500 процентов. Соответственно, и этот же ПАО Т-плюс находится, и когда нам их приводили в качестве примера. Слушайте, а почему мы критически к этому не отнеслись? Почему мы не просмотрели? И самое главное, вот мы передали имущество, и почему я не давал депутатам? Они говорят, Володя, нужно же концессию? Я говорю, нужно. Но проголосовав, у нас единственный механизм удержать главу администрации сейчас, да, от заключения этого договора на каких-то непонятных условиях технических. Ну, так скажем, размытых условиях. Да, и это была возможность, таким образом, увидеть эти нормативные какие-то параметры и так далее. Но он был не готов к этому, а имущество нужно было передавать. Но я надеюсь, что Илья Вячеславович поменяет свой подход и, во-первых, пригласит экспертное сообщество, общественное палатам, привлекли очень много энергетиков. Депутаты, в большинстве, не энергетики, они не могут выступать по определению, чем экспертами. Но те эксперты, которые в общественной палате собрали, они однозначно сказали, что такое конституционное соглашение нам не нужно. И что это в некоторой степени... Но они говорят, вот когда на таких условиях отдаётся монополисту частной компании, у нас вопрос, а не коррупция ли это, я считаю, и на этот предмет нужно излучить и посмотреть. Далёк может быть от мысли, что Илья Вячеславович сам, но у него же советники какие-то, кто-то советует на таких условиях заключать. 35 лет однозначно нет. Я считаю, 5, 10, 15. Это более, на Ваш взгляд, приемлемое условие. Одно из условий, вернее. Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. В гостях в особом мнении. У нас пауза буквально на полминуты, и мы продолжим наш разговор. Я сейчас в прерыве Владимира Вениаминовича спросил, знает ли он по срокам заключения конституционного соглашения. Потому что, ну, я почему задал этот вопрос. Информационный вакуум, на мой взгляд, не освещаются эти вопросы широко. А должны бы, наверное, Вы сказали, что следующий год будет решающим, если всё пойдёт так, как запланировано, то с 2020 года, да? Ну, вот смотрите, там, во-первых, это не быстрое, да. Значит, законодательством, вот мы сейчас одобрили, например, заключение конституционного, депутаты, да. До 30 июня должны собрать все параметры, подготовить все технические условия, нормативные. Это самый важный момент. Но, к сожалению, уже депутаты городской думы будут законодательно так устроены, и законодательство, что мы отстранены от этого вопроса. Но всеми политическими средствами мы должны влиять на главу администрации, потому что он, прежде всего, заказчик. Это касается города. Губернатор тоже со своей стороны, как третья сторона, подписывает этот договор. Но меня, знаете, ещё что, как бы, вот волнует? Ведь на самом деле мы понимаем, что подписан там будет не Паута плюс Кировский, да, а это москвичи, которые стоят за этой компанией, за частной, да? Они должны подписать... Да, которые распоряжаются вот этими инвестициями, потому что по закону о концессии они должны быть кредитными деньгами. Это должны быть собственные средства. Представляете, даже 5,2 миллиарда рублей это, да, это, ну, не маленькие средства. Но тут есть ещё один момент. Как только они начнут вкладывать, например, вот с 2020 года, да, вкладывать инвестиции вот эти, они уже могут эту ставку в тариф по закону. А это, может быть, там никто не регламентирует. Вот, например, федеральное... Сегодня рост тарифа, там, помню, не больше четырёх с копейками, да, удалил на следующий год. То, когда они вкладывают деньги, они тут же в тариф, а там вот этого самого размера, его нет, и мы потом не сможем их контролировать. Мы их не сможем контролировать, поэтому там может прибавка, там, в 10, в 15 процентов. Я сейчас говорю чисто теоретически, но практически это тоже возможно. И меня это вызывает опасения. Мало того, они будут совершенно на законном праве требовать, ребята, мы там вложили 500 миллионов, мы хотим их окупить. А вы знаете, частный бизнес, тем более мы понимаем, что там группа Виксельберг, по-моему, да, стоит за этими, за всеми вещами. Ну, надо понимать. Это люди, которые там торгуют на мировых рынках. То есть это, в принципе, финансовые спекулянты. И когда они вкладываются в такой актив, как ЖКХ, да я уверен, что здесь рентабельность, о-о-о, какая. Может быть, 30, а то и 50 процентов. Мы знаем, что деньги-то эти выводились. Поэтому контролировать их надо жестко. А сегодня ни правительство области, может быть, и администрация города, они не готовы по компетенциям. Там нет людей. Один Шульгин все контролировать не может. Один Игорь Владимирович Васильев тоже контролировать ничего не может. Там должны быть компетентные, притом принципиальные люди. Потому что я не исключаю, когда такие большие деньги крутятся. И когда это очень важный вопрос. То есть там, возможно, и подкуп, и какие-то там, и мошенничества. В общем, не совсем законные вещи. Вот у меня есть подозрение, что там цифры точно не выдают. Есть подозрение. Хочу проверить. Цифры никто конкретно не выведет. Да, выражаю большую надежду, что больше информации, больше сведений будет поступать по этой теме. Потому что, ну, порой хуже ничего нет, чем невидение и неопределенность. Я считаю, сфера ЖКХ, она является самой важной. Самой важной, если мы не берем детские сады и образование в среднем, да. Это самое, потому что касается абсолютно всех. Там по дорогам не все ездят, не все являются водителями. Ну, и это второстепенно. Ну, не первично, по крайней мере. А ЖКХ сегодня это, она впрямую влияет как на уровень доходов, на понятие такое, как бедность и так далее. А у нас в этом просто полный бардак. Нет учета, нет инвентаризации. И с управляющими компаниями не все в порядке. До сих пор их никто по ранжиру, по весу и по жиру не расставил. Хотя предложения были. И самое главное, сегодня в администрации города, кроме Шудина, в моем понимании, нет ни одного человека, который бы принципиально вгрызся и входил бы в этот вопрос. И готовил какие-то предложения. Их сегодня нет. Вот похвалили Илью Вячеславовичу. Я хочу сказать, что Илья Вячеславович себя закопает. Я как специалист в управлении хочу сказать, что Илья Вячеславович, да, он там на заводе работал и так далее, но он просто закопается без команды. Это у него должно быть 5-6-7 замов, притом 2-3 должны быть железные замы, которые спокойно его могли бы заменить. То есть по уровню компетенции должны быть такие жилья. Сегодня такого нет. Я вижу, что он-то нет вопроса. Что он проводит там какие-то совещания, круглые столы, и он не может добиться результата. То есть команда-то не едет. По объективной причине. Если он не наймет какого-то человека там, чтобы ему рекомендовали в кадровых вопросах и вопросах, как управлять, Как эта должность должна называться в администрации? Ну это уже... Человека, который будет рекомендовать кого принимать на работу. Погодите, на общественных словах есть специалисты по кадрам. HR специалисты по кадрам. Да, можно так. Можно так. То есть у нас, к сожалению, в Кирове это не развито, но я знаю многих людей, которые хорошо разбираются. Мало того, я готов к кого-то. Я не сам этим пользуюсь. Я всего лишь депутат, и там в определенной сфере я имею компетенции. Но у меня куча экспертов на добровольной основе, которые мне там подсказывают в сфере, в частности, энергетики, по дорожному покрытию, в сфере, например, образования, в сфере медицины, в сфере промышленности какие-то. Есть вопросы, если не знаю. То есть я пользуюсь, честно говоря, экспертами. Мало того, самый простой вопрос, я бы вот у нас, глава департамента образования до сих пор висит. Да, это должность. Петритский. Ну, Александр Иванович, я знаю, что в поиске по этой позиции. И не могут найти. Но я тогда бы собрал учителей города Кирова. Самый простой способ. На месте бы Ильи Вячеславовича сказал. Слушайте, мне нужно достойная кандидатура. Две-три кандидатуры на главу департамента. Учителя знают. Кто это сможет? Кто, кроме... Зачем нам ломать голову политикам, депутатам? Есть экспертное сообщество, профессиональное учителя. Кто лучше их может знать, кого поставить главу департамента? И не забыть спросить Анатолия Михайловича Чурина. Конечно, Анатолий Михайлович обратится. Анатолий Михайлович, подскажите нам человека, который готов возглавить городской парламент образования. То же самое. Кого взять замом по инвестициям? Слушайте, ну у нас есть там и практикующие в хороших фирмах, талантливые люди, которые... Понимаете, работа... Сегодня мы не всегда можем по зарплате самого высокого по компетенциям человека. А предложите, кстати, замок инвестициям. Вот прямо сейчас в прямом эфире. Ну, сходу. Понимаете, вот тут есть такой момент. Я знаю 3-5 человек фигур, но я без их согласия не могу. Они потом скажут, зачем нас подставляешь, понимаешь? То есть они работают сегодня в крупных компаниях. Но я вот знаю, там, с двумя, например, разговорами, они готовы попробовать. Смотрите, сегодня мир, он не только деньгами берется и зарплатами. Вот, например, мне нравится... В основном, к сожалению... Согласен, но, например, Вячеславович, чем отличается, я тут смотрел его видеоролик интересный. Он сказал, что для меня это вызов. То есть личностный вызов, который дает возможность кучу трудностей, кучу преодолений, но он дает возможность роста. Это вы имеете в виду видео, где они гуляют с Льюей Варламовым? Да, да, с Льюей Варламовым, совершенно верно. То есть он это правильно говорит. Я, например, сам такой же. Некоторые, когда люди говорят, а что, какие деньги я получу? А я четко чувствую, что в некоторой степени твоя реализация, ты в это время растешь. Я всегда помогал и помогаю, и в какие-то сферы влажу, потому что я без всяких денег, никаких преференций себе не ищу, потому что, слушайте, в это время я расту и получаю кайф от проживаемого нового дня. И Шульгин такой. Но теперь осталось найти таких же людей, для которых вытянуть город из болота, понимаете? Слушайте, это на всю жизнь останется. Это как негласный. Все стремятся к орденам, медалям, званиям, а нужно стремиться к тому, к авторитету. То есть послужи людям, в городе это такая служба, ты получишь авторитет, который не слился никакими деньгами, непочетными государственными званиями. А уважение людей. И ведь мы же знаем, в образовании, в медицине, в ЖКХ есть авторитетные люди. В газовом хозяйстве, в промышленности, которые пользуются непререкаемым авторитетом. А есть, которые медали навешивают, звания, почетный гражданин, город, области. А знаете, авторитета у человека откровенно нет. Но политическая конъюнктура существует. Ох, нелегкая эта работа, тащить город из болота. Нелегкая, но кто это вытащит, это почетный. В народной памяти, да, заживет. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, именно с ним мы беседуем. Это его особое мнение. У нас подошло время рекламы, после которой мы будем говорить о человеке, который поработал в сфере ЖКХ, в том числе, и которого сейчас не может найти правоохранительный уровень. Через полтора минуты продолжается наше общение с Владимиром Журавлевым, депутатом Кировской городской думы. Ну что, я сделал уже анонс, о чем мы будем говорить. Я думаю, что все уже поняли, да. В пятницу, минувшую 30-го числа, следком сообщил о том, что есть подозрение в организации хищения 20 миллионов бюджетных рублей. Это электронный проездной, центральная диспетчерская служба. Но это все у всех уже на слуху. В общем, имею я в виду вашего коллегу по городской думе Дмитрия Никулина. Найти его сейчас не могут. Вот насколько, на ваш взгляд, Владимир Вениаминович, это прям вот точное попадание в возбуждение уголовного дела. Я считаю, что Дмитрий Георгиевич, он давно к этому пути шел. Прям шел? Мы с ним... Рано или поздно должно быть... Я чувствую, что в пятом созыве так получилось, что я не был противником кандидата, но я в силу того, что там Союз промышленников, там Мамаевин Александрович, там, Смирнов, завод-директор МАИКа АВИТЭК сказали, слушай, а давайте мы парня этого поддержим, потому что вроде беспартийный, но человек как бы наш. Я был... Ну, парню 42 года смотрю еще. Я был вынужден, да, я был вынужден, ну, внефракционной работы у меня не было второго депутата независимого, который бы смог со мной создать там фракцию. И они поддержали меня. Ну, в принципе, я дал согласие. Вот, на это подтверждение, ну, как бы на это выдвижение, ну, как бы поддержку меня партии Единая Россия. И вошел во фракцию Единая Россия, потому что, ну, там были, в принципе, и нормальные люди, там были и промышленники, там есть люди, которых я давно знал. И так получилось, что мы с Георгиевичем сидели на первом ряду рядышком. И я хочу сказать, что он всегда очень огрызался, когда я Владимира Васильевича критиковал, притом Владимир Васильевич молчал, а он пытался там таким образом. Ну, самая-то главная причина была понятна. Я видел, когда он выступил инициатором создания ЦДС-а, вот этой фирмы. Центральную диспетчерскую. Да, 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 да. Затем он перепрыгнул, и вот этот вопрос с электронным произведением уже тогда плавал. Я пытался там выносить хотя бы его на обсуждение, но фракция «Одиная Россия» в полном составе... Но куда мы пускаем бюджетные деньги, да? Да, да, что там есть, что уголовкой попахивает. А они как бы откровенно, фракция «Одиная Россия» под управлением, сначала Быкова Владимира Васильевича, потом Владыкина Валерия Николаевича. Просто этого не давало вопросы. Было даже до того, что там Быков меня, например, пытался не пускать на фракцию, ну, совершенно незаконно, у нас такие были перепалки там, ставил на голосование фракция, говорит, вообще так-то это незаконно, мне не можете от процесса. Ну, я понимаю, что они хотели какой-то там вопрос, он по центральному рынку обсуждался, я внутри фракции, еще до Думы, пытался бы это, как бы, ну, критиковать и говорить. Вот, и Дмитрий Георгиевич, а потом, когда он ушел в Ленинскую управляющую компанию, и там начались вот эти... А это же все дело, знаете, в слухе ходят. Помните, он выписал, ушел в Лотву за себе миллион рублей, выписал 900 с копейками, потом это уже по проверкам счетной палаты... Не помню, чтобы такая информация... Представляете, управляющая, Ленинская управляющая компания, куча проблем. То, что мы знаем, то, что доказано, через счетную палату, да, городскую, он себе выписал 900 тысяч отпускных, плюсом к отпуску. Это та, которая 270 миллионов была должна за теплогенерацию. Ну, кому она только не должна. Да, 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 да. И он получат, он... Ну, что, хорошую руководитель? Откуда его взял? Ты вообще его туда поставил. Затем, когда он уходил, увольнялся, 6 миллионов он получил в золотой парашют. Слушайте, извините меня. И тогда, перед Скоковым, я обратился с письмом, попал к нему на приемы. А то, что тогда еще был глава администрации, да? Конечно. И тогда, помню, в апреле, это или 16-го, или 17-го года, 17-го, наверное, или 16-го, он издал, что там золотые парашюты. Представляете, а я главе администрации не обидно, какой-то непонятно кто, какая должность человека намного ниже главы администрации, и там близко таких зарплат нет. Как в свое время в департаменте образования главный бухгалтер общественного питания получил там все начислила 150-160 тысяч, премиальных только, понимаете? Ну, это ни в какие ворота не лезет. Это контроль. Должно лежать на голове администрации. Но я считаю, глава администрации Перескоков, Александр Викторович, меня не услышал. Я сказал, вот уголовное дело. Я вижу, основные компоненты, как всегда, я Перескокову и Быкову говорил, ребята, то, что с парком победы, это вы сейчас гражданские суды путем махинации определенных. Вы идете, я как юрист вижу, что здесь состав будет закончен. Это вы имеете в виду на эти процедуры? По продаже с 338, я говорю, люди пытаются. Да, да, да. Вот тогда это было временно. И вот показалось, что как только его продали, все, состав выполненный. И когда, знаете, некоторые сомневаются, говорят, ведь не посадят. Я говорю, ребята, состав выполнен, 100%. Я считаю, что в прокуратуре, ниже чем понять, их задели тогда через гражданские суды, они знают, откуда, где чего течет. Они знают всех фигурантов этого дела. Что глава администрации Перескоков, да он прямое отношение имеет к этому, говоря, что он не подписал договор. Слушайте, если подписал тот из его замов, значит, они несут ответственность. Когда паркетабе это говорит. Мало того, да. Когда, если Александр Ильич в это время ушел в отпуск по каким-то причинам и подписали специально, то тогда он по возвращении, видя такое, и мы озвучивали этот вопрос, он должен был отменить куплю-продажу. Согласны? Он должен потребовать или там обратиться о расторжении в суд на невыгодных условиях. Но он молчал, и я знаю, что там и прокуратуре, это тоже известно, какие движения там были в судах, кто с кем договаривался, там еще должно, я не знаю, вот всплывет это в суде или нет при разбирательстве, там очень много моментов и таких. Просто это настолько нагло, они обнаглели. Мало того, хочу сказать, что нам еще удалось с помощью прокуратуры областной центральный рынок по той же схеме не отпустить за копейки. Только сейчас, не выходите в центральный рынок. Теперь по Дмитрию Георгиевичу, по Ленинской управляющей тоже будет уголовное дело. Вы уверены? Уверен. Мало того, это ему еще добавит эти эпизоды. Плюс еще по автотранспортному предприятию. Вы в курсе, что автотранспортное предприятие или Ленинская управляющая компания давали займы или совместное. Ленинская управляющая давала АТП, а АТП давала Ленинская управляющая займа. Я помню, что ваши коллеги в том числе говорили о том, что серьезная закредитованность у АТП, там были такие махинации, которые в моем понимании некоторых депутатов и Дмитрий Георгиевич был представителем в Совете Наблюдательном. Например, господин Журлёва, который я пытался несколько раз в Совет войти, АТП, меня туда никто не продвинул. Представляете, то есть я просился и в город Электросеть, я просился в город Дорумастроена не понимать, что принципиально начну копать. А поставили тех людей, которые послышны. Не свой, что называется. Угроза для системы коррупционной. А там были Сергей Борисович, Медовиков. Деструктивный элемент. Ну, наоборот. Для системы. Для их системы, я имею в виду. Сергей Борисович Медовиков был, Дмитрий Георгиевич, Никулин. Вот сейчас я считаю там и по первому фигуранту то же самое будет уголовное дело. Там есть по АТП разная махинация. Есть такое подозрение, что там вот это, когда покупали вместо дизеля печное топливо, да, и там есть вопросы с кредитами, с продажей имущества. Когда, например, в АТП там продали имущество, я думаю, что, может быть, Дмитрий Георгиевич тоже подписал это, находясь в Совете Директоров АТП предприятия. Представляете, у нас там есть на производстве было у АТП имущество. Они, АТП принимают решение отремонтировать крышу за 7,5 миллионов, а это объект порядка, ну там, 600-800 метров, да. Там автосервисы, автомойки, на хорошее место. Представляете, 7,5 тратит муниципальное предприятие и буквально там через 4 месяца продает весь объект за 7,5 миллионов. И у нас есть такое подозрение, что та фирма, которая купила, ей заплатили за крышу, и вот сейчас должна быть проверка, мы проем, сейчас ремонтируем крышу, или нет. А визуально, когда отходили, смотрели, что крышу никто не ремонтировал, там какие-то были, чисто косметические. То есть мы, представляете, АТП отдало им 7,5 миллионов за ремонт якобы, они через 2-3 месяца все здание на эти же деньги купили. Представляете, вот такие схемы у нас в муниципалитах есть. Пара минут остается, я понимаю, что у вас информации очень много, и если к вам правоохранители обратятся, я сейчас рекомендую. Вот можно. Я скажу по секрету, прохладители уже прорабатывают эти вопросы. Подождите, я хочу просто задать вопрос. Возвращаясь все-таки к этому конкретному делу про электронный проездной, ЦДС и так далее. Просто и дураку понятно, что называется, да? Цепочка же проследуется, Кто сейчас за решеткой? Ну, в СИЗО, я имею в виду, Каньба, главный инженер, да, в Рыболовле, в которой при Никулине был его заместителем. Никулин в поле зрения, да, попал. На ваш взгляд, эта цепочка будет продолжаться? Еще выше? Ну, я считаю... И в кого там в конце концов может упереться? По моим информациям из источников, смотрите, там те люди, которые получали от этого корыстные, да, какие-то финансовые средства, от этих сделок, от махинации, это как раз эти три человека. А получали, в смысле, кто был в доле, что называется? кто был в доле, кто получал преференции. Вот это как раз эти три человека, по мнению следствия, эти люди просто так не арестуют, понимаете, да? То есть человек задерживают, а потом арестовываются. Вот эти три человека, по мнению следствия и по моему мнению, в том числе, то есть, есть же такая информация, у меня много информации той, которую надо проверять, и я никогда её не озвучу в эфире, здесь у меня твёрдой уверенности. По АТП вот по этому случаю мы уже на администрации и на депутатских группах это прорабатывали, это является предметом рассмотрения и возбуждения уголовного дела. И вариант вот по бывшему депутату Сергею Борисовичу, там то же самое, вот сейчас крутят, вертят, смотрят и пройдут. Владимир Владимирович, я просто что имею, я просто догадку сейчас хочу высказать или не знаю, предположение, я имею на это право, так как любой гражданин Российской Федерации, просто проворачивая такие схемы, 20 миллионов рублей, директор предприятия, он вроде как должен быть, наверное, уверен в том, что, ну, кто-то свыше-то ещё должен быть, чтобы... Я хочу сказать, что, слышишь, крышевал... Да, вы правильно сейчас терминологию используете, крышевал. Дмитрий Георгиевич надеялся и всегда говорил всем, и мне неоднократно говорил, что Владимир Васильевич Быков, но я, кстати, вот по этому делу у меня нет информации, что Владимир Васильевич Быков конкретно себе что-то получал. То, что он не давал ход, так это я неоднократно по ЦДСу и по этой, по электронному правилу, я пытался прямо на Думе и на комиссиях поднимать вопрос, но всегда большинство голосовало против, поэтому вот это крышевание. Давайте посмотрим протоколы голосования, в протоколах отслеживаются, какие предложения вызывают депутаты, что ставят на голосование. У меня доказательная база, она простая, её, кстати, уже используют. Она уже есть в распоряжении, да, правоохранения? Конечно, и тут, знаете, как бы, ни для кого не секрет, что вот это дело, в том числе и по ЦДСу, и оно и по АТП, и по Ленинской, они связаны напрямую там. И Владимир Васильевич тоже... В вашем понимании это можно объединять, если, да? Ну, не совсем объединять, дела разные, преступления, как бы составы разные. Но формально всё объединяется, всё объединяется, нагрузка, ту, которую вот скоро, я думаю, что представят, она будет в этом виде. Я говорю об этом свободно, потому что правоохранители уже, вот они, дышат всем. Я считаю это беззлорадство, просто, знаете, ну, в жизни есть справедливость. Можно убегать от человеческих законов, от человеческой правоохранительной системы, но есть какие-то высшие законы. И считаю, что те люди, которые хотят там что-то поворовать или украсть, ну, давайте как-то жить, ну, мы не идеальные. Там никто не идеален, наверное, но вот как-то так, ну, пытаться жить, ну, по совести что-то. Следствие разберётся. А ещё лучше хотя бы по совести не получаться, по закону. Да, по закону. Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы, заканчивается на этом программу особое мнение. Спасибо, до новых встреч, я думаю, ещё в декабре. Встретимся до нового года. Спасибо, до свидания. Как продвигаются многие вещи. До свидания.